Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Каждую неделю, ну почти каждую, по пятницам, ну в основном по пятницам, Встречайте, Михаил Садуров в том шоу Неформат. Что вы хотите, Неформат? Неформат он и в Африке Неформат. Здравствуйте, дорогие друзья. Неформат, так называется, программа, которая вещает сейчас в прямом эфире радиостанции Юмор.ФМ и студии в Москве. Традиционно, каждую неделю мы подводим итоги благодаря одной простой причине. Тому, что в гости к нам приходит Михаил Николаевич Задорнов, замечательный человек, автор и ведущий этой программы. Вот правильно, замечательный человек, это я. Добрый день. И вы знаете, сегодня мы выходим в три часа московского времени, еще потому, что программа у нас по-настоящему Неформатная. Когда мы перенесли на пять часов вечера, получая огромное количество писем и смс от жителей центральной России и западной России, что мы не успеваем, мы на работе не можем послушать, мы хотим это слушать, когда едем домой или где-то еще, то мы начали сейчас получать большое количество сообщений от жителей восточной части нашей страны, которые говорят, мы уже спим, а очень хотим послушать программу. Так что сегодня у нас опять поле для экспериментов и 15 часов. Прошло уже то время, когда мы подчеркивали в телепрограмме название любимой телепередачи. Сейчас так получилось, что кто слушает, тому и повезло. А больше всего, друзья, нам повезло с вами, потому что вы находитесь сейчас на волнах Юмор.ФМ, и мы имеем возможность дарить счастье и радость вам прямо сейчас и подводить итоги недели. Знаете, а я получил несколько писем, вот каких, вот с того, как мы с вами выходили в эфир в 17.00. Мол, мы приходили, вы знаете, уже работа закончилась, я пришел домой, и у меня нет времени слушать вашу программу дома. Не могли бы вы перейти на три часа, когда я на работе? То есть большинство, казалось, просили, просили, а потом оказалось, у них дома времени нет на слушать. А на работе есть. Поэтому, друзья, кто сейчас на работе, вам повезло. Вообще, меня, знаете, поражает. Маркетинг, вот это неприличное слово, показал. Ну, короче, анализ ситуации показал, что лучше всего в блогах располагать посты в 11 утра или в 12 утра. Это когда и самое большое количество комментариев. А что это значит? Вы же понимаете, что людям на работе нечего делать. А когда вечером располагаешь, гораздо меньше за первую часть комментов приходит. Но с двух до трех и с часу до трех лучше не располагать пост. В первый час меньше сыпется комментарий, потому что на обеде люди. И есть чем заняться, наконец. Да, и мне иногда пишут, почему вы мне не отвечаете? Я пишу, я лоботрясом отвечать не хочу. Причем самые злые именно вот эти, которые с работы пишут. Им делать нечего. А знаете, как отличить? Подходит тебе работа или нет? Есть ведь очень точные признаки. Если человек от работы заряжается, это его работа. Ему хочется работать еще больше, чтобы еще больше заряжаться. Мне часто говорят, вы такой энергичный. Где вы черпаете энергию? В работе. Потому что мне нравится моя работа. А когда человек отсиживает от понедельника до пятницы, он теряет энергию. И он все время думает, как бы мне еще отдохнуть? Думает он, надыхавшись вдоволь. Он устает от желания отдохнуть. И еще второй. Второй есть признак, правильно ли человек живет. Если он хорошо спит, засыпает достаточно быстро, то значит он правильно все делает в жизни. Друзья мои, проверьте себя. Если вы плохо засыпаете или вам нужно снотворное, вы ошибаетесь. Вы делаете что-то не то, что вам положено. Но мы вроде передача Юмор ФМ, а я что-то не то сказанул. Многие думают, он что, прикалывается что ли? Я уже давно не сплю с тех пор, как родился. А с тех пор неправильно живу. Ну а нам надо разминку с вами провести, дабы зарядить все-таки. А то мы начали с серьезных тем. Ну не знаю, как насчет серьезных. Тема сна, это конечно очень серьезно, Михаил Николаевич. Я могу сказать, что после того, как мы с вами начали делать программу «Неформат», я засыпаю в течение 30 секунд. И каждый раз заряжаюсь энергией от работы. Ой, а я тоже сплю хорошо. Я уже много лет хорошо сплю. И много лет не обращаюсь к врачам. А когда у меня было излишество дел, я все время принимал снотворное. Я хочу вам сказать, что я был сейчас в путешествии, тоже спал хорошо. Значит, путешествие мое прошло хорошо. Я редко езжу в гастроли, и все-таки раз в два месяца выезжаю. Ну и мне очень нравятся путешествия. В России всегда новые наблюдения, помимо концертов, конечно. Знаете, вот был в Ставрополе очень красивый город. А между Ставрополем и Краснодаром мы ехали на машинах. Я не очень люблю летать самолетами, паковать багаж. Вот. Занудно это. И две бензозаправки, и на одной указатель был... На одной бензозаправке, которая первая к нам была расположена, был указатель. Там следующая бензозаправка 200 метров. И внизу они прибили табличку на этой первой бензозаправке. Заправляйте здесь. Та заправка «Мираж». Чего? В Москве далеко ходить не надо, но еще и в других городах тоже. Интересная появилась реклама. Гринти, русскими боками. Ну, гринти, зеленый чай. Гринти, в кавычках название, тире. Подгузники с листьями зеленого чая. И крупно. Даже ребенок может заварить чай. И это совершенно всерьез по всей России. Друзья, кто нас сейчас слышит, на работе имейте в виду, есть такие подгузники. В Ростове такси фирма называется «Вендетта». Они, по-моему, не понимают, что означает это слово. Но слоган «Мы у вас будем быстрее всех». То есть реально порежут всех к чертовой матери. Ну, что еще интересного рассказать. Вот, в Ростове. Ну, реальная новость. Но этого ваши люди не выловили. И я бы не выловил. В газете жителя Ростова-на-Дону задержали по подозрению в стрельбе. В оппонента. В оппонента стрелял, да? Вы думаете, на защите здесь сразу? Нет. Во время личного спора о творчестве Эммануила Канта. 16. По информации, конфликт между 26-летним и 28-летним мужчин произошел в полночь. 14 сентября они встретились в ларьке. У ларька разговорились о Канте. Спор берез в драку. Один достал травматический пистолет, а Сай выстрелил в лобешник своему оппоненту. Гениальная страна. Слушай, дошло просто. Защитил свое право иметь правильное мнение. Вот она философия настоящая. А в Таиланде гениальный случай. Наши туристы не хотели выходить из автобуса. А Тайка, они же буддистки, они же очень вежливые. И Тайка все не знала, как их из автобуса выгнать. И к одному из наших, кто чуть-чуть по-английски говорит, обратилась. Мол, вызвала его из автобуса. А наши спят все, потому что все киряли всю ночь. Тайские массажи для них это эротические массажи. Они не знают, что тайский совсем другой. Короче, все набухались с утра, кемарят в автобусе. Она вызвала нашего из автобуса и спрашивает его, как. Он ей ответил, готовый, точно. Она зашла в автобус и на плохом русском сказала, «Выходите, бараны!» Вежливо попросила выйти. Ну и второй случай. У меня друзья были в Таиланде. Мой любимый про американца. Про американца мы сегодня будем говорить много. Друзья, не отрывайтесь, не ходите на обеденный перерыв. Значит, знаете, есть такие шоу для туристов, в которых собирается, как в Мулен Руж. И такое Мулен Руж подобное шоу во всех странах сегодня существует. И нам на разных языках ведущие говорят. И вот ведущий, подражая ведущему в Мулен Руж, говорит, «Кто из какой страны? Вы из Англии!» И все аплодируют. «Вы из Испании!» И все «Ура! Вау! Вау!» Крики. Все, кроме сидящих американцев. Те каждый раз хмурились, злились, пили пиво. И, наконец, не выдержали америкосы. А все же, оказывается, все в мире терпеть не могут американцев. Ни один Задорнов их терпеть не может. И, наконец, один америкос настолько разозлился, что ведущий не спросил, есть ли из Америки. Что на официантку вылил кетчуп. Просто вот взял и вылил. И все. Метелили этих америкосов всем составом интернационалов, кто был в этом. Метели. Изметелили по-черному всех. Но набрали воздуху в ручь, как говорит Задорнов. К приезду полиции слинять успели только русские. Это гениальная история, да? Ну и, конечно, последнее, что я хотел рассказать вам из наблюдашек. Предпоследнее, вернее, предпоследнее. Вот хотите верить, хотите нет, зайдите в интернет. Многие из вас на работе сейчас у мониторов, у компьютеров. Есть город Уссурийск. Ну, вы знаете, Максим, вы из Владивостока. И это где-то примерно 100 километров от Владика. И вот, клянусь, не вру, посмотрите в интернете. Гостиница называется, знаете как? Два раза воздуху в ручь наберите или три. Уссурийская гостиница написана Ус, пробел Русь, Ус, Русь. И через два С, правда, вроде как ничего, но когда произносишь, чудовищно звучит. Я так растерялся, думаю, а что же это гостиница означает? Но когда, Максим, я зашел в нее, я понял, есть причины так называться. Друзья мои, мы ждем ваших наблюдашек. Да, Михаил Николаевич, может быть, зная о том, что вы будете в Уссурийске проезжать, люди подготовились, приготовили специальную вывеску. И чтобы мы рассказали об этом по радио, и чтобы это был бесплатный такой адвертайзинг. Да, вы знаете, недавно проходило сообщение о том, что в Голландии, о ней мы тоже будем сегодня говорить, официально зарегистрирован худший отель в мире, который гордится этим названием. То есть там он предлагает полный набор отвратительных вариантов обслуживания для постояльцев, включая там тараканов, отсутствие обеда, побои, в том числе клиентов и так далее. Но я думаю, что некоторые наши гостиницы могут абсолютно точно поспорить с этим. Я не буду сейчас рассказывать. Не, я просто к тому, что вы говорите, что гостиница «Уссурийская Русь» как-то соответствовала своему названию. Ну, ну, а там... Посмотреть, что происходит в студии. Ну, а пока мы вынуждены прерваться на короткую рекламу, чтобы перейти к нашим новостям. Друзья, продолжаем программу «Неформат» в прямом эфире из студии в Москве. Михаил Задорнов. Ему помогаю вести программу я. Меня зовут Максим Забелин. Я продюсер радиостанции «Юмор.ФМ». На этом простом основании читаю ваши сообщения, которые приходят в гостевую книгу на наш СМС-портал. Михаил Николаевич, не мог не прочитать. У нас сейчас редакторы готовят подборку. Мы традиционно потом это сделаем. И вы специально сделали так, что только вы можете читать, а я не могу, чтобы я всей правды не видел. Зачитайте лучшие из присланного. Не, я зачитаю пока для начала только одну. Она очень характерная. Михаил Николаевич, расскажите, пожалуйста, о том, как вы попали на телевидение и радио. Просто я не помню, пишет наш юный слушатель. Кто вы такой? Мне 25 лет. Я не помню, как вы попали на телевидение. Нормально. А вообще довольно забавная история. Конечно, странно, что он, конечно, не помнит. В 83-м году, ой, как же давно же, это было же, и, знаете, я был на передаче «Вокруг смеха». Я был зрителем. Снимали «Клуб 12 стульев», «Литгазеты». В то время это считался главный юмористический, главный юмористический, главный, я даже не знаю, клуб юмористический всей страны. Пошлости не было, а популярность была, как у комедий-клуба. И был там такой Веселовский главный. Уже выступила Куджава, а не было до сих пор Хазанова. Пробки уже тогда были в Москве. И он опаздывал. И вдруг Веселовский, который возглавлял «Клуб 12 стульев», говорит, если хотите, чтобы кто-нибудь потянул время, у меня тут есть один мой знакомый, он сидит в зале. Он может кое-что рассказать. И меня позвали на сцену потянуть время. И я стал рассказывать разные моменты, о разных моментах, которые я замечал в жизни тогда еще. И в частности рассказал историю про два девятых вагона. Это была случайность. Тогда же, в 83-м году? То есть это первый выход на сцену? Нет, это был первый успешный выход. А когда я на сцену вышел, на сцену я вышел, извините, когда он спросил про телевидение. Про телевидение? Да, это успешный телевизионный выход был. Причем я уже, когда показывали передачу, я был в Риге. Потому что прошло полгода, в то время долго монтировали передачи. И в передаче больше допустилось, нежели в других. Почему? Потому что она должна была выйти в день во время Олимпиады, а не во время Олимпиады в Америке. Это 84-й год уже наступил. Да, я ошибся, 84-й год. Правильно. В Америке. И надо было отвлечь внимание от антисоветских высказываний спортсменов американских. И поэтому вокруг смеха разрешили больший процент сатиры. И два девятых вагона выпустили только. Единственное, выбросили последнюю фразу, что наш вагон, который отцепили, ну, все эту историю знают, мы ехали в Болгарию. То есть нельзя было оскорблять Болгарию. Вот так улучшили этот рассказ. Но я в Риге после этой передачи, я, честно говоря, думал, что я провалился. Мне так не понравилось то, как я выступал. И я стоял в очереди. В то время были очереди за железнодорожными билетами. И за мной стоят две тетки, одна другой пересказывает мою историю про два детых вагона. И врет. Беспощадно нарушает плавность моей бывшей речи вчерашней. Я повернулся, говорю, там не так было. Там вот так. Она говорит, ты-то дурень, откуда знаешь? Я говорю, это я рассказывал. Она говорит, да ладно, тот красивый был. Вот так пришла первая популярность. Все ясно. Ну, я хочу сказать, что нашим слушателям очень сильно повезло то, что мы даем прямой эфир. И все, что говорит Михаил Задорнов, без цензуры, без купюр попадает в эфир. И достается и американцам, и голландцам. Да и чего грех оттоить. И нашим жителям нашей страны тоже. Ну, голландцам, кстати, мой знакомый был недавно в Голландии. Говорит, там сейчас борются за разрешение брака между тремя геями. И за право кормить грудью ребенка. От этого брака. Сейчас посыпется. Сейчас, да. Как вы посмели ослушаться моего мнения на юмор-фм? Ну, хотел я начать с другой темы. Но давайте начнем тогда уж с отношений. Раз я случайно сказал об обаме. Соотношений, наверное, сначала соотношений России и всего остального мира, в частности Нидерландов. Разошло несколько громких событий, но одна из историй уже обсуждалась с нами в программе. Это реакция голландских полицейских на якобы некоторые семейные проблемы нашего дипломата в Гааге, когда они вломились в его дом, и он был арестован. Что вызвало очень серьезный резонанс. После этого была уже на этой неделе ограблена квартира дипломатической миссии, которая принадлежала Российской Федерации. И самый, что ли, последний случай из этой череды совпадений и случайностей заключается в том, что голландского дипломата буквально на днях избили двое неизвестных. Очень разная интерпретация. Но если верить, ну, как бы обобщить всю информацию, то двое неизвестных, одеты в форму электриков, поджидали голландского дипломата, который поднимался по лестнице. Он подошел к своему дому, вошел внутрь. В подъезде не было света, не работал лифт. Он поднялся по лестнице наверх, на четвертый этаж. И тут встретил двух крепких молодых ребят, которые сказали, что на ломаном голландском, видимо, что у вас не работает свет в подъезде из-за того, что короткое замыкание, открывайте квартиру. Тот открыл просадушно квартиру, его втолкнули внутрь. Тот под аношой, тот пыхнул до этого, ему верилось во все. Даже русским электрикам поверят. Существование русских электриков в форме. Существование. Да. Да. Его втолкнули внутрь, несколько раз то ли сильно побили, то ли не сильно. Пока нет четкой информации на этот счет. После этого ребята нарисовали помадой, по сообщению Moscow Times, они нарисовали помадой на зеркале значок сердца, проколотого стрелой, и подписали ЛГБТ внизу. Ну, понятно. С любовью, да? Вот, сразу после этого последовало много-много комментариев, но хотелось бы выслушать вашу версию, что происходит между Россией и Голландией, начиная с Arctic Sunrise, нашего, вернее, судна, которое было арестовано при попытке взятия, как говорят российские СМИ, платформы «Приразломная», до вот избиения голландского дипломата. Ну и хорошо, что их арестовали, и я бы их арестовал, если бы у меня была на то власть. Чего они лезут на борт какого-то судна? Попробовали бы они в средние века забраться на борт судна какого-нибудь, да? Любого. Да что же это такое? И весь мир их защищает. Надо такое придумать, да? То есть это провокация специально еще раз накатить по мелочи на Россию. Гринписовцы вообще это скандальный народец, между прочим. Он для этого и существует, ведь они ничего из Гринписа не защитили. И нет никаких результатов у этой организации, кроме одного, пиара самих себя. И то, что их арестовали, мне, например, это нравится, а то, что их правозащитники защищают все время наши российские. Так я не раз говорил, те, кто против негров, называются расистами, те, кто против евреев, антисемитами. Это справедливо. Но почему тогда те, кто против русских, называются правозащитники? Я вчера был на одной презентации, и на меня набросились журналисты. Я не буду говорить на какой, дабы не подставлять того, кто это организовал. И набросились, что вы защищаете Россию? Это негодяйская страна, здесь не разрешают гей-парады, здесь нельзя это, это, это. Журналюги. Я им говорю, подождите, а вы что в России живете? Ты знаешь язык? Уезжай. Вали отсюда на все четыре стороны. Они могут на днях показать мне по НТВ, по разным другим каналам, что я им говорил, если они решатся. Я им говорю, ты безграмотен, русского языка не знаешь. Он подходит ко мне и говорит, я извиняюсь. Я говорю, ты журналюга, извиняюсь, ты не имеешь права говорить. Это ты извинил сам себя за те гадости, которые ты будешь меня спрашивать сейчас. Он даже не знал. Другая подошла, говорит, говорит мне, вы Сати Казановой настоятель, как я слышала. Нормально я называю, вы можете меня настоятельить? Она наставник и настоятель подает. Вот эти, вот эти гнойное фуфло, вот эти чири на теле нашей родины, они все время говорят гадости. И все время защищают любого, кто вроде в России. Я им говорю, уезжайте. Один тыкву почесал, говорит, а что я там делать буду? Я говорю, вот именно. Тебе там делать нечего. Ты не профессионал. Ты ничего не умеешь. А вот только в России ты можешь паразитировать на этой мощной стране. И то же самое я в отношении этого дела могу сказать. Я в отношении Голландии. Максим, меня Голландия вообще не интересует. Я туда не езжу, там смотреть нечего, люди неинтересны. Жрать с ними орешки, пить пиво мне неинтересно. А наша меня не торкает. Третьим в Севию вступать вы не собираетесь? Третьим в Севию. Да, никак грудью я кормить не могу. Что мне там делать? Уже Петр Первый пытался нас подсудить под Голландию. В результате окно прорубил, из которого поперли торгаши, геи. И всяческая нечисть поперла европейская. Он окно прорубил. Он прорубил окно, чтобы сюда ворюги, форточные воры залезли из Запада. Почему мы должны слушаться, Голландия говорит, в Голландии некоторые дипломаты говорят, мы разорем с Россией дипломатические отношения. Ай-яй-яй, как страшно. Это они в состоянии войны войдут сейчас с Россией. Угроза такая, да? Ой, я потрясен тем, что мир вообще этим занимается. На это надо плюнуть и даже не растирать. Так и оставить плевок. Ну что это такое? В окошко туда, в европейский. В то окошко, которое Петр прорубил. Почему миру что, подумать не о чем, кроме как о том, какие у России отношения с Голландией? Ну, заставить жить Россию по демократическим канонам и законам. Демократические каноны, это каноны торгашей, которые разводят весь мир. Демократия из всего мира существует для того, чтобы в стране было, чтобы в мире было больше лохов. Потому что надо, вот возьмем телевизоры, которые перед нами, это очень плохое качество. Через два года их надо менять. Советский и бывший телевизор работали, холодильники работали по 20 лет. Теперь холодильники ломаются за год, за два. Гарантии на год выдаются. Почему? Почему лохам надо впендюрить товар? Демократия это строй, при котором как можно больше надо воспроизвести лохов. Удобрение истории. И когда Россия пытается очнуться, им очень это не нравится. Потому что уже в 90-е годы, казалось, лохотрон полностью овладел Россией. Сейчас я не говорю, что мы очнулись. Нет, не надо так думать. Конечно, не думайте, что я так говорю. Но ростки появились живые, живомыслящих людей. Вот почему Обама, мы обязательно поговорим про Обаму, что он сказал Путину. Вот почему они обессилели и злятся на нас. После рекламы, друзья, обязательно продолжим. Продолжаем программу «Униформат» в прямом эфире радиостанция «Юмор-ФМ». Я буквально сегодня утром прилетел из Новосибирска, Михаил Николаевич. Чудесный город, замечательный. Уверен, что слушает нас практически всем своим населением. Удивительные, чистые люди, которые только, пожалуй, могут жить в российских городах. И нам несколько сообщений уже пришло из Новосибирска. Из Новосибирска. А вы знаете, Новосибирск как появился на карте? Гарин Михайловский, который участвовал в строительстве Транссиба, решил обозначить центр России. И долго логарифмической линейкой выводил и поставил точку там, где потом появился город. И его назвали Новосибирск. Это географический центр России, как тогда считали. Но в сегодняшней границе это, наверное, не вмещается. И я тоже очень люблю Новосибирск. Я даже хотел там квартиру купить. Но что-то не получилось. Ну, вам надо, наверное, как Джерару Депардье. Все-таки в Саранск. Да. Так вот. В Новосибирске надпись на павильоне. Вывеска называется «Райский хот-дог». Ой. Роман прислал. Причем русскими буквами написано. Райский хот-дог. Но я видел опять-таки на юге России другое страшнее. И не все поймут то, что я сейчас скажу. Я один смеялся, когда это увидел. Было написано «Ход доги через два «г». Доги-стайл» – это позиция в Камасутре. По-английски называется «доги-доги». Наши даже это в это не въезжают. Все-таки много придурков в отчизне пока еще. Не все оживает. Я, конечно, в прошлый раз так с энтузиазмом говорил об оживлении России. Но еще ростки только-только через асфальт пробиваются. Из Новосибирска также пришло сообщение. Вдогонку к гостинице «Ус.русь». Работаю в строительной компании, пишет нам абонент. У нас есть контрагент, который называется «Крепежопт». Ой. Слушайте, ну эти сокращения такие все смешные. Я одного мужика спросил, а одну женщину спросил, кем муж работает. Она говорит «старшим кувалдером». Но он кувалдой бьет, машет. Им кажется, что вот эти слова уроды, что это красота. Что это круто. Также супермаркет «Подержанной воды». Это уже из Самары сообщение. Называется «Мега...» Ой, «Подержанной воды». Я уже сам заговорился. «Подержанной одежды». Называется «Мега-хэнд». Не секонд-хэнд, а «Мега-хэнд». Но еще лучше... Гигантомания, да, такая? А вообще с этим секонд-хэндом... Мега-хэнд для богатырей таких. Это для этих... Для братьев кличку. Вторичная одежда. А во многих пишут, знаете, насчет секонд-хэнд. Элитный секонд-хэнд я видел. И VIP секонд-хэнд. Вот я говорю, демократия рождает большой... Это лохотрон большой. Когда очень много появляется лохов на земле. И им торгаши впендюривают по самое неболусье. У вас еще какая-то заметка есть интересная? У меня, да, есть новость. Точнее, не новость, а это сообщение, которое тоже человек написал нам на 8870. Целая история. Друг задолжал заводу. Пришло письмо из службы судебных приставов. Привожу дословно. Просим вас явиться 18.10.2013, то есть сегодня, в суд железнодорожного района города Ростова-на-Дону по иску ОАО «Подоканал» на предмет расторжения брака. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. То есть ОАО «Подоканал» подает на гражданина на расторжение брака. А вы говорите про Голландию. Про Голландию. У нас между ОАО «Подоканал» и гражданином возможны браки. А из-за аббревиатуры самое интересное висит у Собянина на двери. СССР не беспокоит. Но это означает, Сергей Семёнович, Собянин работает. Не беспокоит. Не беспокоит. Да. А теперь объявленная вами новость. Да. Мы действительно её нашли и посмотрели. Очень широкий резонанс новость вызвала в зарубежных СМИ, но практически незамеченная прошла в России. Датирована она ещё с сентябрём, но только сейчас в украинских СМИ начинается активное продвижение этой новости. Всё-таки, видимо, американцы пытаются это донести до российского сообщества, которое пока не в курсе того, что происходит. Это произошло вот что. После саммита G20, так называемого, в Санкт-Петербурге, прошло несколько дней, и в журнале «Нью-Йоркер», на его электронной странице в интернете, появилось сообщение колумниста этого издания, которого зовут Энди Боровиц, где он рассказывал, так как он присутствовал на саммите, он рассказывал то, что он увидел в пресс-зоне, на пресс-конференции. Никакое издание больше об этом не написало, но потом со ссылкой на «Нью-Йоркер» написало и «Таймс», и некоторые зарубежные СМИ, в основном интернет-СМИ. Но сейчас, я говорю, в последнее время, вот в частности в украинской прессе начинает эта тема опять муссироваться. История заключается вот в чём, что якобы в момент, когда журналисты были допущены в пресс-зону, там находился Путин и Обама. И Обама якобы выговаривал Владимиру Путину некоторые вещи, которые Боровиц приводит следующим образом. Здесь вольный перевод на русский язык, но примерно такой. «Здесь все думают, что ты осёл», пишет этим Энди Боровиц. «Послушай, я сейчас не говорю о Сноудине и Сирии, а как насчёт Пуссирая, как насчёт антигейских законов? Это всё подвижки тотального осла, друг мой», якобы произнёс Обама в адрес нашего президента. «На что, пишет Энди Боровиц, Путин сейчас щурился в ледяном молчании, а Обама после этого произнёс ещё несколько обидных, личных, довольно личного характера оскорблений, что думает якобы так не только он, но и все лидеры европейских... Но и Мерфель, и прочие лидеры стран». В ответ на что, по словам Боровица, прошу прощения, Владимир Путин ответил, «А что мне бояться этого тощего, ведь я на медведей хожу?» Я об этом, о том, о чём вы сейчас рассказывали, я знал, поскольку я был в Европе недавно, я был в Париже, и там тоже эта тема муссировалась. Но там вот что вызвало подозрение. Почему так поздно это было вброшено, эта информация была вброшена? Многие считают, что это дезинформация, так называемая вульгарным языком деза. И мы ничего с вами не докажем, конечно, было это, не было это. Но даже если это деза, то это очень показательно. В Америке я посмотрел отзывы, комментарии на американских сайтах. Вы знаете, что любопытно? Большинство из них, да, там есть правильно, надо мочить Путина, правильно, он КГБ там и так далее, осёл, это всё есть. Но многие очень мочат Обаму в своих комментариях. И многие говорят, насколько силён был российский президент, в комментариях написано, что он остался спокойным, что он не отвечал и не злился. Вот человек, который злится, как, если это правда, то получается, Обама почувствовал своё бессилие, только бессилие. Вот кто такие тролли? Он превратился в тролля в данный момент. А кто такие тролли? Тролли – это люди, которые ничего не могут, они бессилие своё чувствуют, как половое, так и душевное, и творческое. И я, как мне видится, как ясновидящему эта ситуация, Обама же шестёрка, по большому счёту. Его вызвали Рокфеллеры с Ротшильдами и сказали, ты чего прозевал Сирию Путину, как он тебя дипломатически Россия обошла. Вот поэтому он и прилетел в Питер, чтобы он действительно почувствовал и разозлился от собственного бессилия. И ни о какой политкорректности правозащитники, мол, это сейчас вот правильно, что политкорректность существует в Америке, и речи быть не может. Это слабость. Америка в лице президента почувствовала слабость, и очень хорошо, что он так сделал. Очень хорошо, что он себя так проявил. Мне очень нравится, мне очень нравится, как ответил Путин. Вообще, мне нравится, как отвечает Путин, я ещё раз скажу, мне нравится, как наш президент встал в боевую стойку по отношению к Западу. Он очень... Да, я на медведей ходил, а что мне? Кстати, тоже бурого цвета. И президент Америки, и медведь. Поэтому это довольно точный намёк. Откуда он это берёт, Владимир Владимирович? Я не знаю, я с ним не знаком. Мне многие говорят, у него хороший имиджмейкер. Да любой имиджмейкер постоит за углом сегодня. Это воспитание, конечно, образование советское. Ох, если бы он в России, внутри страны, мог так же распорядиться и встать в боевую стойку по отношению к нашим ворюгам. Не может, к сожалению. И поэтому я сегодня не его фан. Но когда он отвечает на вопросы западнюков, мне очень нравится. Это же гениально, когда он сказал про Берлускони. Если бы он жил с мальчиками, то его бы не судили в Европе. Потрясающе. Конечно, Обама... А посмотрите, что защищает Обама. Пусси Райт. Он слышал, как они поют? Он бы один раз включил, послушал, как они поют, он бы понял, что это слушать невозможно. Но Пусси Райт, геев закон, да? Это он во главу угла мировых проблем. Ну и кто он после этого? А злобы ж. Злый день. И никчемка. У нас небольшая рекламная пауза. После чего мы вернемся в студию. Действительно, в прямом эфире Юмор.ФМ. Программа «Неформат» на всю нашу большую и замечательную страну. И на зарубежье. Где нас тоже очень много слушают. Пишут нам люди из разных уголков мира. На сайт веселоорадио.ру в гостевую книгу. Друзья, 0731 для всех, кто живет в России. Открыта наша прямая телефонная линия. Самые интересные, яркие вопросы мы проанализируем. И в итоге программы мы традиционно сделаем наш блиц для Михаила Задорнова. Он ответит на ваши вопросы. Пятерку лучше, пожалуй, выберем. А пока еще одна новость, которая пришла к нам по каналам агентства «Интерфакс». 6 ноября, ой, прошу прощения, сотрудники Охского государственного биосферного заповедника 16 октября прибыли в Тюменскую область, чтобы забрать найденного на местном озере стерха. Это выяснилось тот именно стерх, которого, если вы помните... Поднимал наш президент в воздух. Да, один из них... Но там три из них было из ФСБ. Вот его нашли через... Видимо, да, потерялся. Почему не ходишь за зарплатой три месяца? Это... То есть, взмыли за Путиным те, кто за мать его приняли. Вот один из них поразочаровался, значит. Один из этих стерхов, это была птица. Живой? Живой, да. Он мирно... Ну, я не знаю, как можно про стерхов так сказать. Мирно пасся. На этом месте. На Тюмене. Не долетел до югов. Да, не долетел до югов. Тюмен ему приглянулось. Не хотел покидать Россию. Патриот. Заметили местные жители. И сообщили в Рязанский биосферный заповедник, откуда приехали... На специальном самолете прилетели сотрудники этого Окского государственного заповедника. И забрали стерха себе. Они сказали, что он очень хорошо выглядит. Единственное, несколько худоват. Ну, худосочный, понимаете? Веса не набрал. Looks good. Да. Это очень смешно. Хорошо выглядит стерха. А то они знают, как стерхи выглядят. Лох. Ну да, этот худовато, но медведя не ходил. Не ходил. Почему остановил перелет, говорят сотрудники, будем разбираться, когда привезем его в заповедник. Его, между прочим, зовут Ворон. И он абсолютно белый. Это он сказал. Да. Они подожди, скажите, а как зовут? Он говорит, Ворон. Ну, кличка. Клик. Это смешная история. Короче говоря, стерха вернули. Все счастливы и довольны. Вот такая новость в противовес тому злословию, которая творилась некоторое время назад в Нью-Йоркере и потом прошла по многим западным агентствам. Вот мне нравится, что вот эта новость потрясла часть человечества. А вот то, что спутники ГЛОНАСС падают, вот это как-то не впечатляет. Но стерх, что я могу сказать? Молодец стерх. Он приземлился где-то, да, решил не эмигрировать. Но, видимо, разочаровался он в матерей. В южных краях. В южных краях, да. Решил приземлиться у нас. Смешная новость. Там же сейчас на юге много всего, что происходит. Опять же, химическое оружие в Сирии, Иран. Может, туда и не стоит лететь. Кстати, химоружие сейчас не могут решить. Вы знаете, да, что организация, которая предложила запретить химическое оружие, вывезти его из Сирии, получила Нобелевскую премию мира. Малоизвестная организация, до сих пор принцела авансом. Но сейчас никто не знает, куда девать это химоружие. Поскольку Сирия сказала, окей, забирайте, вывозите его. Но две страны, Иордания и Турция, в которые США планировали отправить это химическое оружие, сказали, нет, спасибо, мы на этот антипопулярный шаг среди местного населения точно не пойдем. И сейчас называются еще две некоторые страны, уже вроде бы как на Балканах, куда могут это химоружие вывезти. Но до сих пор вопрос не решен. А в Голландию надо. Ну, чего они не додумаются? Ну, чего они со своей ношой, они даже не заметят этого химоружия? И разрешить браки, и завести химоружие. Надо между пятью особями одного пола и завести оружие. А вообще, дело, я вам раскрою секрет, только я шепотом скажу, стая такая, если я представляю, с бочкой химоружия. Надо, знаете что, там дело с химоружией вот что. Там половина этого химоружия, знаете что оказалось? Российская кабачковая икра. И поэтому они не хотят с ней расставаться. Ну, вкусно, хорошо. Страшное оружие против врага. Они найдут и отправятся. Еще на этой неделе, если уж о теориях заговора, и вот такая идиллическая у нас немножко картинка со стерхом получилась, такой покинутый всеми забытый. Его в Кремль возьмут скоро. Объединенную партию России. Что обязательно. Ну, простите, я вас подъебил. Михаил Николаевич, вы умеете даже наставить слово. Я просто хотел сказать о том, что Анатолий Кучерена, адвокат Эдварда Сноудена, сообщил, что Сноуден пока не может найти работу в России, но очень хочет. Я не могу, я не могу. С каменщиком, с полукладчиком он ходит пойти. У него закончились личные сбережения по сообщению адвоката, и теперь... То есть зарплата в ЦРУ выданная. Последняя, вот бедолага. То есть он получил сообщение, что это последняя зарплата, мы тебе больше платить не будем. Вообще другую работу. И он сейчас собирается действительно устраиваться на работу. Надеюсь, в ближайшее время, говорит Анатолий Кучерена, он устроится. Представим себе Эдварда Сноудена. Да, кем он может, ну не знаю, представляете себе вообще эту, как это называется, резюме? Заполнение анкеты. Анкеты, да? Год рождения какой-то. Эдвард Сноуден, фамилия это, да, секс, там, мужской. Мэйл, мэйл, мэйл. Да, мэйл. Вот, говорит, а там вопрос должен быть последний. Последний месяц. Сэру. И такой, в компанию по установке окон это приходит. И асфальт укладчиком. Говорит, конечно, у нас здесь секреты, мы не можем тебя взять. Ты что, мы знаешь, как окна ставим, с какими секретами? А окна, элитные окна с секретом ставятся. Ой, смешно. Но он же там и другие есть вопросы интересные. Есть ли родственники за границей? То есть он никак не проходит ни по одной российской анкеты. Но в этом отношении один российский гражданин очень точно сказал. Устроиться на работу в ЦРУ, потом эмигрировать через Китай в Россию, дабы получить российское гражданство. Какой-то слишком, слишком сложный способ, чтобы получить российское гражданство, сказал Депортье. Вы знаете, еще со Сноудом связана одна новость. Бразильцы. Отец прилетел. Отец прилетел, и многие родственники его следом собираются прилететь, посетить, сказать, что, говорит отец, что все прекрасно у Эдварда в России. Я улетал из Шереметьево, и прилетел отец. Там такой хиппиш был вообще. Набежали журналисты вот этой желтой, желтушечной прессы. То есть они говорили, папа прилетел, папа прилетел. Никто не мог понять, кто именно. Думали, про стерху опять идет речь. А это папа Сноуд. Батя прилетел, юркнул, юркнул в этот вип-зал. Причем, самое из этого, почему вот я обиделся на него. Я заказал комнату, чтобы, ну, я не люблю сидеть в общем зале, потому что люди фоткаться подходят. И я заказал зальчик, чтобы мне спокойно посидеть. Мне говорят, извините, не можем, папа Сноуд на прилетел. Он поважнее вас будет. Вы по сравнению с ним фуфло полное. И я смотрю, действительно, папа Сноудена. Ну, а, вот с бенжиком. С бенжиком. У него бенжик написано. Папа Сноудена. Хочешь познакомиться, спроси меня как. С этим, с Кучереной. Кучерена очень важный. Он же с папой Сноудена сейчас. И... Я такой звонок, я не могу, я с папой. Я с папой, я с папой. Ну, есть папа Сноудена, а есть папа Римский. Но сегодня папа Сноудена, кстати, рейтинг повыше, чем у папы Римского. В России, во всяком случае. И интересно, что журналисты вылезали из всех щелей. Вот в советское время были тараканы. Вот точь-в-точь. Они вылезают, а их гоняет ФСБ. ФСБшников нагнали. А тем не хочется этим заниматься. ФСБ давно уже бизнесменами стали. У них лотки пропадают. Товар не идет куда-то. Невдь не догружена. Мазут не вылезан из вагонов. А тут папой Сноудена надо заниматься. Они такие реально были. Рассерженные там ходили. Но гоняли добротно. На журналистах срывали злость. Ну, папа Сноудена же поможет сынку устроиться на работу. Он ему будет ходить и говорить, возьмите сынка на работу, пожалуйста. А что он не хочет к Медведеву подать? Он бы был хорошим модератором Твиттера у Медведева. Он бы... У него мог вообще работать по всем его схемам. Суперхакер был бы. Вполне возможно. Бразильцы сейчас тоже по сообщениям РИА Новости говорят, что они очень сильно хотят сейчас допросить Сноудена. Обратились... Ну, то есть пока это сообщение прошло как неофициальное, что они обратились к российским властям, хотят допросить Сноудена на предмет... Они хотят узнать, действительно ли Соединенные Штаты прослушивали телефоны бразильцев и интересовались личной жизнью бразильцев. Вот. Это очень сильно Бразилию беспокоит. А в футболе бразильском он знает секрет вот этой комбинации самой, которую они сами потеряли? Они просто хотят восстановить класс игры, которую они потеряли за последнее время. И они интересуются, знает ЦРУ об этом или нет. Ой, слушайте, а в Бразилии же какой скандал в футболе произошел. Вы знаете, судью убили. Разрезали на куски. Ну, там не то, что разрезали, его зарезали в драке. Это правда. Несколько бразильцев вернулись с кавказских команд и привезли обычаи на нашинских кавказцев туда. У нас на Кавказе тоже, между прочим, с судьями обращаются. И судьи хороши напрашиваются. Но вообще это страшный случай произошел в Бразилии в футболе. Весь мир, это такой, знаете, как хвор сухой. Спичку брось, все взорвется. Страшная ситуация. С Берилева, посмотрите. Как в один момент возгорелся. Пожар практически разгорелся. Насколько люди, да? Надо бы затронуть тему. Да, я думаю, что обязательно как раз к этой теме мы вернемся в начале следующего часа. А пока небольшая рекламная пауза. Друзья, пишите нам 8870, ваше мнение, соображение, наблюдение. 0731 звоните и веселая радио.ру, гостевая книга. Программа «Неформат» только что перевалила за свой экватор. Мы начинаем второй час своего вещания. Михаил Задорнов, как всегда, по пятницам, ну, почти всегда по пятницам, подводит итоги недели, отвечает на ваши вопросы и дает ценные жизненные советы. Ну, по крайней мере, мне, Михаил Николаевич. Правда. Наш совет основной, ведь мы высмеиваем многие политические события. И как бы говорим людям, не относитесь к этому всерьез, а то лохами станете. Есть события серьезные, конечно, безусловно, но как в Берилево. К этому нельзя с юмором относиться. События страшные. Прежде чем перейти к нему, давайте почитаем некоторые сообщения от наших слушателей. В Туле рекламируют детскую больницу, которая называется «До свадьбы заживет». Есть! Вот молодец! Журавлев Михаил прислал из Тула. Вот представьте, детеныша привезли в больницу, да, у него там, я не знаю, аппендицит вырезать, а там «До свадьбы заживет». Проезжаю каждый день, пишет нам Елена Горбунова, мимо здания с вывеской «Брокинг, каворкинг, альянс-центр». Все никак понять не могу, что же это такое. И люди стоят и думают, пойти туда или там прибьют сразу. Вы как знаток русских слов, что скажете о брокинге и каворкинге. Брокинг, вот каворкинг, вот каворкинг, это очень интересно, это от слова «кавор». А каворкинг это покрывает. А там быки покрывают, знаете как бык же покрывает, кавор корову делает. Брокинг. Там брокинг, а потом каворкинг. Вот дурнота. А как вам продуктовый магазин на полянке «Курары» называется? Это как яд. Это во все продукты немножко «Курары» добавлено. Ну поскольку люди не знают, они думают, что это пищевая добавка, улучшающая иммунитет. Чтобы не болел. А действительно, принял «Курары» и уже болеть не будешь никогда. Ну и мне, конечно, вот очень понравилось то, что прислали из Петербурга, в письме написано «Женщина». Вот это наше. Вот можно я предварю своими словами? Это славянская история. Это нигде в мире такого быть не может. Только у славян. Многие из которых действительно на сегодняшний день вялоумные. Я бы сказал слабоумные, но это оскорбление. Пускай думают, что они вялоумные. Женщина перебежала дорогу в 50 метрах от светофора. Ее спрашивают, ну полицейский у меня язык не поворачивается, милиционер спрашивает, почему не по переходу? Гениальный славянский ответ. На переходе был красный свет. Значит, она не может перейти по переходу, а в 50 метрах через движение она может. Вы знаете, что я не могу не рассказать. У меня за славянами много наблюдений. Действительно, нам, славянам, надо у Запада обучаться только одному. Быту. Не политике, не вот этой гадости, которая прет оттуда. Но быту обучаться надо. Ну вот, у моей сестры собрались подруги. Им от 60 до 70 лет. Ну, женщины, в общем-то, замужем за зажиточными ребятами-бизнесменами. И открыли две бутылочки бордо. Им дали мужья. Для их, извините, девичника-тетошника. И они бордо, они уже по заграницам ездили, решили поставить. Накрыли по-русски стол. Огурчики, помидорчики, икра, там, все. Все как в советское время, когда не было продукта в магазине, но на столах было у всех. И слюни у себя в текут бордо две бутылочки. Давайте открывать, давайте. Вот это славяне все сделали, но штопора у них нет. А они на хуторе собрались. И негде штопор взять. И что эти делают милые девочки? Они говорят, давай чем-нибудь откроем. Это чисто славянское. А чем? Говорит одна. Пальцем, пальцем. Женские пальчики, дамские пальчики. Не для того, чтобы втыкивать пробки внутрь бутылок. Тем более бордо, закупоренные в провинции Бордо. Нахрепка. Гениально. Они нашли ржавый гвоздь. Ржавым гвоздем. А это один ротшель, второе морго. И вот, наверное, ротшель должен... Вот надо было ротшельду послать маляву, что вино вашего имени открывали ржавым гвоздем. Он бы покончил жизнь. Он бы харакири все сделал. Они расковыряли эти пробки. Они туда внутрь накрошились, разлили и выпили. И еще говорили, ой, бордо, 96-й год. Одна говорит, немножко привкус ржавчины есть. Это интересно, из провинции или откуда-то потрясающе. И все, и хорошо им было. Вот, конечно, нам, славянам, надо обучаться на Западе умению обустроить быт наш. Все. Иван Николаевич, а стоит ли славянам обучаться терпимости, что ли? Да, ведь вы правильно сказали некоторое время назад, что наше общество, как хворост сухой, вспыхивает по любому поводу. И, с другой стороны, тот повод, тот случай, который произошел в Бирюлево, мы вступаем в такую несколько серьезную часть нашей программы. Ну да, я не буду шутить на это. Да, не является ли он в историческом смысле настолько весомым, что уже дальше терпеть нельзя? Ведь события, которые произошли в Бирюлево, они очень серьезно обнажили проблему, которая долгое время зрела в нашем обществе. Это и стрельба на свадьбах, вообще обычаи, которые привносятся из южных регионов сюда, в центральные регионы страны, как жителями России, южных регионов России, так и из-за рубежа. И проблема нелегальных эмигрантов, которая всегда была у нас в последнее время довольно остра, сейчас превратилась в такой пылающий костер. И уже все пытаются как-то ее решить, зачистки на этих овощебазах происходят, огромное количество нелегальных эмигрантов уже выдворяется из страны, а будет выдворено еще больше, заявляется, что каждый десятый в нашей стране из людей, которые сюда приехали, это нелегальный эмигрант и так далее и тому подобное. Звучат призывы, например, ввести визы, ну и призывы с другой стороны попытаться избежать национальной оценки в действиях так называемого Бирюлевского убийцы, потому что до конца еще не ясно, что же там произошло, то, что у него была осудимость и так далее. Но вот этот народный гнев, который проявился в Бирюлево, он уже, похоже, вышел действительно за пределы. И что же с этим делалось сейчас? Гнев народный проявился из-за беспомощности нашего государства. Мы много раз с вами говорили, что есть родина, есть государство. Родина, наконец, взбунтовалась. И в лице этого кавказца против государства, которое бессильно привести пришельцев с юга к порядку привести. Ну, с одной стороны, конечно, я в своем блоге писал, ребят, сдержитесь, не подставляйтесь. А с другой стороны, как быть, после того, как произошел бунт в Бирюлево, его поймали, между прочим. А до этого даже разговора об этом не было. И только после того, как в гневе пообещали миллион рублей, все-таки следователи его нашли. А посмотрите, что вообще в России происходит. Давайте сразу определим. Я не говорю не про всех кавказцев и не про всех жителей южных районов. Да, среди гастарбайтеров больше не убийства, а изнасилований происходит и ограблений. Это гастарбайтеры из Среднязии. Среди кавказцев, приехавших сюда, много преступников-убийц. Во всяком случае, повышенный процент этих людей. И вот давайте проанализируем ситуацию. Я поехал в метро, когда были пробки. Бывает такое, случайно со мной, потому что надо вовремя успеть на какое-то дело. Передо мной стоит кавказец. У него кабура сзади. И у него пистолет сзади. А мент, которому я говорю, посмотри, он говорит, с ними лучше не связываться. Вахтеры в доме, где я живу. Приехали кавказцы, они сняли квартиру одну там. И они орут на вахтеров. Орут, как будто бы они хозяева. Вахтеры, я спрашиваю вахтеров, у вас же оружие есть. Вы почему? Он говорит, да с ними лучше не связываться. Едут, стреляют. Могло быть в советское время, чтобы дагестанцы или кавказцы стреляли во время свадьбы на улицах Москвы? Да никогда! В советское время была мощнейшая армия. Милиция не называлась полицией. И этим не довольствовалось, что их назвали полицейскими. Если бы какой-то клан в Чечне, в Дагестане, в Ингушетии вооружился, армия бы, армия подошла и разоружила в один момент всех. И выслала бы всех и посадила в тюрьму. Все это слабость государственная. Я был в Ставрополе. В Ставрополе мне говорят, вы различайте кавказцев. Есть кавказцы-пахари. Это северные кавказцы, живущие на полях, а не в горах. Но сегодня верховодят горцы. И страдают в первую очередь пахари-кавказцы. О них, между прочим, столько фильма было снято, дружелюбных в советское время. Все это... Посмотрите теперь на то, что делает наше правительство. Это связанные вещи. Перенос. Что сделало человек по фамилии Медведев, который воспринимает мир через интернет, какие сделаны при нем реформы были проведены. Сокращены часовые пояса. Это очень надо для улучшения обстановки в стране и для экономики. А то, что человек перестал работать, чувствует себя вялым до полдня. Полдень должен быть в полдень. А не когда людям уже расходиться пора с работы. Или наоборот, вставать. Второе. Рыбные водоемы платными сделали. Лужи только бесплатными остались у подъезда. Третье. Модернизацию в армии. Видите, до чего довела модернизация в армии? Свидетелем идет Сердюков. Свидетелем, они обвиняемы. Модернизация в обществе. А это что такое произошло? То, что люди со своим постельным бельем ходят в больницу. Да, конечно, они покупают модерное белье и идут в больницу и ложатся со своим бельем. Это модернизация. Все эти реформы, есть два слова, деятельность и действие. Все, что делает наше правительство, это деятельность. Это видимость действия. Сегодня много родилось интернетовских выпускников интернета и компьютеров, которые умеют рассылать письма, писать друг другу. Такие, знаете, ритуальные танцы такие интернетовские. Им кажется, что это работа. Вот чем занимается наше правительство. И они не могут ничего сделать с Кавказом. Кавказ вооружается. И после Олимпийских игр может оказаться очень серьезная беда произойти в России. Сейчас пока договоренности есть. И тут хочется, чтобы уже президент встал в стойку, в которую он встал по отношению к Обаме. Ходишь на медведя, так надо разоружать их немедленно. Или отделять. Подари их Америке. Отдай их в Европу. Американцы, когда до Кавказа провели террористические акты в Бостоне, мгновенно, без всякой политкорректности расправились. Еще неизвестно, как они с ними расправились. Да? И народ взорвался. И я все равно говорю, надо сдержаться. Нужны правозащитники, которые бы защищали, наконец, русских. А не пришельцев всяческих. И то, что Москва сделала, допустила такое количество. Я вообще должен сказать, я никогда не был в Коммунистической партии. Но я так полагаю, что я сегодня буду говорить, ребята, пока Коммунистическая партия к власти не придет, армии настоящей в стране не будет. А нам нужна армия как против Обамы, так и внутри своей страны. Это реформа в армии, одна за другой. И что, только Юдашкин форму пошил. И вся реформа, е-мое, со стразами стразы оторвали. И шведский стол ввели в армии, портянки исключили. Это не реформы, должна быть как советская армия, где мужик становится мужиком. Нам же с Голландией воевать. Ребят, а сегодня даже с Голландией не сможем воевать. Они нанюхаются и сильнее наших будут. Ну, это в иносказательном смысле так прозвучало. А то реформа в армии, мы не на контрактной. Каждый мужик должен служить и стать мужиком, чтобы он свою бабу защитить мог дома. И чтобы она мужика в нем чувствовала. Михаил Задоров настоящий неформат, как нам пишут люди в гостевую книгу. Да, это неформатное все, что мы с вами говорим. Об этом не пишут в газетах. И все-таки я хочу закончить тему, которую мы начали. Ну, попытаюсь это сделать коротко. Почему? Вот еще что нашим людям надоело. Что многие кавказцы совершили преступления, между прочим, в свое время и во время войны в Чечне. Да, были посажены, но быстро были выпущены. У кавказцев деньги. Вот воровская суть нашей власти. Они отмазываются. Сначала они отмазываются от тех, кто назвал себя полицейскими на местах. Если не удалось, адвокаты их защищают. Потому что там большие деньги скрыты. А адвокаты русских не защищают. Русские многие бедные. Это безобразная, бессовестная суть нашего российского капитализма. И я вообще считаю, что надо немедленно наводить порядок внутри страны. Раз мы отделились от всего мира сейчас, от их идеологии. А нас разъедает внутри идеология западная. Вот же в чем беда-то внутри страны, а не вне страны. Раз Обама на нас орет, они никогда не решатся на разборки с нами откровенные, прямые. Потому что в подворотне всегда кричит тот, кто не может силу применить. А внутри страны разъедает. Я приехал в Краснодар. Вот город, в который идут средства на Олимпиаду. И сразу виден разврат в этом городе. Гениальная гостиница. Грант, шмант. Все вип-зоны. Все это есть. Но менеджеры, топ-менеджеры ходят. Вот эти бейджики у всех. Например, пошел дождь, отключились лифты в гостинице. Я говорю, а лифты почему не работают? Я на пятом этаже. Он говорит, так дождь же идет. Я говорю, я пришел в гости в свой номер, а Евроньюз на турецком языке. Я переставляю, не идет на другой язык. Оказалось, подписан договор с турецкой фирмой. И вы не можете поменять сами. Вот с пульта сделать то, что вообще элементарно должно делаться. Там загодя сделали на турецком. Оказалось, подписались турецкой фирмой транслирование. Понятно, что бабки исчезали при переходе через границу, при регистрации. Я говорю, айтишников дайте мне. Они говорят, сейчас пришлем. Две тетки пришли. Со швабрами. Да, со швабрами. Стали тыкать швабрами в пульс. Говорят, а у нас нельзя, а у нас только на этом языке. Они даже не знают, на каком языке. Тыкали на прополой. Наконец, я пошел. Успокоиться надо? Куда? В спа. Спа. Все в золоте. Унитазы, все золотые каемки, но все качаются. И вот это разъедает, вот эта гадость, Византия для бедных, Таргашинская такая, да? Там крутые ходят в это спа. Мне делают массаж. Я говорю, поставьте музыку нормальную. Те же две тетки. А, да, 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 да. Те же, со швабрами, да. Вазелином только смазали. И, значит, делают массаж, и музыка вдруг отключилась. Они говорят, это дождь усилился. Ну, клянусь, не вру. Вот это гранд-отель, пять звезд. Да им одну и ту морскую надо дать. Вялую, вы мы на санцепеке высушены. То есть наша история про голландский отель худший в мире, она не соответствует действительности. Это лучшее. Ждут испанцев. Сейчас приедет испанцев, и это драчуна из Голливуда, забыл, как его фамилия известная. Он к ним прилетал на какую-то тусовку. А мэр, не мэр, а губернатор Краснодара сказал, да ладно, говорит, какой там фестиваль юмора, когда мы предлагали ему фестиваль юмора, говорит, зам, зам губернатора сказала, наш мэр отказал Мадонне в посещении Краснодара на его день рождения. Нормально? Мадонна сидела в аэропорту, ждала, как бы поздравить Ткачева. А он ей отказал. Бедная Мадонна так хотела сфоткаться на коленях у Ткачева. Ну, бабки большие. И, значит, история с этим ориентал массаж. Ориентал вообще, слово приличное. Это восточный массаж, он должен под восточную музыку. Наконец, дождь, видимо, прошел, музыка включилась, но уже поют италии и испанцы. Испанцы, такая попса не вырубленная. Не вот эта испанская, типа фламенко, зажигалка. И пошла моя массажистка и говорит, смените музыку. Топ-менеджер, бейджик, все, бабка, бабка, деваха. Та сменила на итальянскую, на восточную. Я не выдержал, вернул. Когда выходил, говорю, я всем даю на чай минимум тысячу. Вам я не дам ни копейки. Я просил вас в течение часа ходили восточную музыку поставить. Она говорит, так мы поставили вам итальянскую. Я говорю, Талия, это не Восток. Она же восточнее, чем Испания. Она мне спрашивает, как не Восток? Это же восточнее. Я говорю, так, это не Восток. Она говорит, но это же на Средиземном море. Я говорю, Средиземное море, где? Она говорит, ах да, это же Африк. Вот, это вот разъедает сегодня страну. И медведев, тот, который занимается деятельностью, а не действием, недавно сказал, ЕГЭ надо улучшить. Оставить, но видоизменить. Первый коммент был мне прислан от кого-то из остроумцев наших российских. Это все равно, что улучшить смертную казнь. Оставить, но видоизменить. Извините, все, наша беда внутри страны. Я хотел очень короткую историю рассказать о том, что не только в России такие прекрасные есть отели. Я был в Копенгагене, в пятизвездочном отеле. А вас туда тянет все время. Да, я очень много об этом говорю, как вы видите. Вот на мне разноцветный шарфик. Это шутка. Так вот, в Копенгагене засорился сток в раковине. Я умываюсь, вода не уходит. Вызываю человека, приходит некий такой коротышка. В шарфике все в порядке. Его друг остался дома. Я ему говорю, ну смотри, у меня не работает. Он начинает что-то там крутить и так далее. В итоге откручивает раковину. Показывает, говорит мне, типа, hold it, ну подержите. Вот я одной рукой держу, он пытается другое там что-то подковырнуть, проверить. Подходит шнур или вернее шланг. В итоге, говорит, типа, мне нужна отвертка. Hold it. Я оказываюсь с раковиной в руках, я стою, напротив меня зеркало. Я стою, думаю, я в пятизвездочном отеле в Копенгагене. А он ушел за отверткой. Я постоялся, держу раковину. Она такая довольно тяжелая. Только не опускай, говорит он. Только не опускай. Она весит, не знаю, килограмм, наверное, 25. Генеальная история. Я ее буду рассказывать. Хорошо, что я шашками занимаюсь, выдержал. Вы шашками накачали, да? Ну да. Но здесь еще одна история была в другом городе, где опять вот эта пятизвездочность, вот эта дутая, да? И упала раковина, вы же про раковину сказали, на ноги по стояльцу. И сломала лодыжку, ну треснула кость. Так ему, а он врач, он понял, что треснула, говорит, у меня кость треснула, звонит. В ресепшн. И эти с бейджиками, придурки молодые, да? Ему прислали фрукты в качестве извинения. Ему врач нужен. Придурки, воспитанные интернетом, дебилы. А они замусорили всю страну на сегодняшний день. Смотрите, мне мужик написал, вот это в городе, в городе Краснодаре. Вот этот супер, моя мама там училась музыке. Жалко, что так город под торгашей подлег. Парень пишет, мужик пишет, мне нужно было получить справку на умершего человека в налоговой службе об отсутствии у умершего задолженности. Ему говорят, получи на умершего. Пришел, сказали, пишите заявление от его лица. Он говорит, от умершего. Он говорит, он же умер уже. А они говорят, все равно пишите. А медведя в это время, чтобы порядок наводить, он же законодатель вроде как, он блудит по айфону пальчиками туда-сюда. И он пишет мне, и я написал. Друзья, вдохните воздухом в грудь пять раз. Он написал, я такой-то умер такого-то числа. Похоронен на кладбище в таком-то. Могила номер такая-то. Дайте мне справку, чтобы у меня не отдался задолженности по налогам, чтобы я был впредь спокоен. Как в этом государстве, которое чмырит родину, может, наконец, не вспыхнуть под беспорядки серьезные? Я за нашу родину. Реклама на юморах. Программа «Нехармат» продолжается, друзья. У нас еще много очень тем для обсуждения. Некоторые из них уже не такие острые, как были некоторое время назад. Но тем не менее, на этой неделе наш главный герой, Ихан Голодович, очень короткий комментарий, если можно, Геннадий Онищенко заявил, что стоит проверить Нидерланды. На предмет Нидерланды. Сыр у них не той породы, не той системы. И молочные продукты, которые идут из Нидерланды, будут подвергнуты проверке. Как вы знаете, некоторое время назад, мы говорили об этом в наших прошлых передачах, был введен запрет на то, чтобы поставлялись молочные продукты, в частности творог и сыры, из Литвы. Да. И я был тут в небольшом магазинчике, где висит гигантский такой плакат, но для этого магазина он очень большой, над полками. У нас, а, типа в продаже, там что-то дословно не помню, но что-то такое, что в продаже только у нас остатки литовского сыра. Гениально. Ну там специальное предложение. Остатки сладких, надо было написать. Остатки литовского сыра. Кстати, премьер-министр Литвы... А голландский, хорошо. Голландский сыр торкает реально. Надо, 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 надо. Простите, перебил. Литовский премьер-министр заявил недавно, что попытки связаться с премьер-министром России наконец-то закончились успехом, уезжались успехом. И 28 октября состоится телефонный разговор между премьер-министрами двух стран. В ответ на вопрос журналиста, а не считает ли премьер-министр Литвы то, что этот срок слишком долгий, три недели, с момента, пока произошли, произошел запрет. Он сказал, ну мы готовы подождать. Мы понимаем, по каким причинам это происходит, поэтому будем ждать. Видимо, имея в виду какие-то политические причины. А Роспотребнадзор, между прочим, еще и украинские конфеты до сих пор не допустил. И проверки проводятся по всем фронтам. Вот Украина совсем нас возненавидела, потому что они уже опубликовали, что урон нанесен 2 миллиарда долларов после того в Украине, из-за того, что россияне перестали покупать конфеты. Представляете, сколько мы жрали сладкого за все предыдущие годы на 2 миллиарда долларов. Что там газ? Газ фуфло по сравнению с этим. Я не знаю, почему с Литвой такая ситуация, потому что вообще прибалтийские молочные продукты мне лично нравятся. И в чем политическая суть этого, я тоже не знаю. Вроде с Литвой никаких терок не возникало или возникало. Вы, может быть, в курсе чего-то того, чего я не знаю. По поводу последних вот этих событий, в частности, антигейские законы и так далее. То есть Литва выступила с осуждением. После этого обоскрелись. Вы знаете, очень интересная ситуация с этими геями в странах Прибалтики. Вот если в СССР какие-то правила, латыши и литовцы сразу им подчиняются. Если они перешли в Евросоюз, и там другие правила, они мгновенно меняют. Есть такой вот персонаж в оптимистической трагедии Сиплый. Он болел сифилисом и говорил с хребацой. И вот с двух сторон от него сидят. Один, значит, за большевиков, второй против. И тот, кто против, говорит, большевики падлы. Он говорит, падлы, говорит. А второй сидит, говорит, большевики нормально. Он говорит, хорошие ребята, говорит Сиплый. Он со всеми соглашается. И так и эти, поменяется власть, и сразу меняется мнение правителей. А народ подчиняется мнению правителей. И вот с этой ситуацией с геями. Латыши нормальные мужики вообще. Такие рыбаки, крестьяне реальные. Но сегодня в моде гей-парады в Европе. И они вынуждены стать геями, потому что это мода. А ним не хочется, но надо. Кроме того, как ты кредиты получишь в Евросоюзе? Только через... Ладно, не продолжайте. Нет, ну через... Сейчас, подождите. Через изменение сути своей. Вы заметили, как я политкорректно выразился? И это болезнь. Это пиар западный. И я все время Украине говорю, вы хотите тоже подлечь под Европу. Ну так быстрее вступайте в Евросоюз. И узнайте, каково вам там будет. Чтобы мы быстрее заново подружились и поняли, что мы с вами братья совершеннейшие. Когда Кличко с Поветкиным в бою, это два славянских богатыря, из этого устроили абсолютно неполиткорректную ссору между украинцами. Политика здесь ни при чем. Они оба славянина и оба классные. Мне, кстати, Поветкин понравился крепостью духа своего. Был момент, когда казалось, что он уже все, Кличко нокаут немедленный сделает. Нет, вдруг Поветкин откуда-то черпанул силы и опять. А Кличко я просто этого назвал Клинчко. Потому что, ну, это и понятно, что хитрости западные обучены, ребята. Но все-таки он же другого, он высочайшего класса. Ну нельзя только на хитростях выезжать. Он же классно боксирует. Говорят, он мне даже ответил после моего высказывания в ЖЖ что-то, но я не знаю, что он ответил. Для меня это была битва двух богатырей славянских. И я думаю, что это не поражение, а это испытание для Поветкина. Он сейчас может стать еще... он духовно очень сильный человек. Собственно, странно мы перешли. И еще о спорт. Про продуктов перешли. Но вообще, про продукты. Я хочу, чтобы Онищенко запретил... Вот приходишь в любой ларек, там такое количество гадостей, слитой с запада. Вот почему он это все не запрещает? Если уж на то пошло. Это все надо запретить. В Дзинтарс, рижская фабрика, очень хорошие кремы выпускает. И в России они продавались. И я пользуюсь только Дзинтарсом. И я бы сказал, его не надо запрещать. Но если будут запрещать все, то, в принципе, у нас ведь есть свои тоже классные кремы алтайские. И, в принципе, России надо сегодня все свое начинать выпускать. Ну, как в такой стране без производства? Ну, что же, стыдно зайти в любой ларек, какое количество там сушеных потрохов морских каких-то, этих всяких хрустяшек, это объедки со столов собрали с европейских, засушили и нам прислали. Это все надо запрещать. А вот литовские я бы не запрещал. По-моему, это молочные продукты хорошие. А мы так очень с вами, на самом деле, хорошо перешли к спорту. Да. И потом вернулись к продуктам. Но те люди, которые играют за сборные, тоже едят продукты. Поэтому они тоже не лишены этой информации. Им тоже об этом нужно знать. Сборная России вышла в финальную часть чемпионата мира. Их встречали как богов. В аэропорту. В аэропорту. Как будто просто они привезли кубок мира. Это когда они произыграли Португалии у Португалии дома? Нет. Это вот произошло сейчас, когда они вернулись из Азербайджана. А, да, они выиграли из Азербайджана. Правильно, последнюю матчу. Они выиграли 1-1. Сыграли, но этого хватило для того, чтобы выйти в финальную часть чемпионата мира впервые за 12 лет. Как говорят, давайте послушаем хит недели. Наш традиционный. Составленный на... Мой любимец Мутко. Как вы угадали. Министр спорта произнес присущую себе очень яркую речь, которую мы облекли в легкую танцевальную форму. Неформат. Хит недели. Ну, в целом, это итог турнира. Поэтому я думаю, что все-таки нужно поздравить команду, всех болельщиков с тем, что мы спустя два таких больших турнира, мундиаля, такие чемпионата мира, мы попали на чемпионат мира. И, конечно, команда выполнила задачу, это самое главное. С первого места вышла на чемпионат мира. Теперь ей нужно подготовиться и порадовать нас на чемпионате мира. И в связи с тем, что в 2018 году мы без отбора, поэтому мы гарантировали себе два чемпионата мира. Мне кажется, это сейчас главная задача нашей сборной – снять проблему невыхода на такие турниры, как чемпионат мира. А теперь для тех, кто на танцполе. Команда выполнила задачу. Это самое главное. Выполнила задачу, это самое главное. Команда. Итог турнира. Итог турнира. Итог турнира. Итог турнира. Это итог турнира. В рейтинге 37-го места пошли в десерт. Это итог турнира. Подняли уровень футбола наш. Это итог турнира. В 2018 году мы без отбора. Это итог турнира. Нужно поздравить команду «Фабер» с тем, что мы попали на чемпионат мира. Да, я считаю, что это итог турнира попали на чемпионат мира. Это итог турнира. Я думаю, что... Так что в целом я считаю, что... Это итог турнира. Я думаю, что... Так что в целом я считаю, что... Это итог турнира. Нужно поздравить команду с тем, что мы попали на чемпионат мира. Итак, Михаил Николаевич, мы пропустили... Я потрясен! У меня минута молчания. Пропустили два таких мундиаля. Что делать дальше? Слушайте, на третий попали. Вот как назовешь яхту, так она и поплывет. Вот возглавил спорт мутко. И полное мутко в этом спорте, да? Это же... Как? Это он что считает? Как он это слово вернул в русскую речь? Монда это мир. Но по-русски мундиаля звучит совсем по-другому. Он же в русскую речь это вернул. Два таких мундиаля рисуются страшные картинки. Вот шутник, а? Что вы думаете по поводу выхода сборной России в финальную часть чемпионата мира? Ну, два мундиаля пропустили, а третий мундиаля вроде нет. Это большая победа, участие в третьем мундиале. И я думаю, что... У нас изморная такая работа, через два на третий. Ну, рано веселиться, но опять крик, шум, опять губерниев будет кричать. Как всегда, мы завоюем, мы сделаем. А зачем они это будут кричать? Чтобы больше бабок отсоцать от закромов родины для следующего мундиале. И они чем больше обещают, тем больше им хозяин. Всея Руси даст бабок. Вот. И это речь Мутко сквозит. Мол, молодцы, ура, вперед, мы сделаем. Бабок хочет, чтобы дали. Я так рад уже на них смотрю. Фабия Капелло, конечно, гениально сказал. Мы несколько... Полгода назад говорили об этой его фразе, когда он приехал потренировать нашу сборную. Его спросили, ну как вы что думаете? А он... На всем случае так перевели его фразу, что я не знаю, я вот волнуюсь. Я всю жизнь тренеров-футболистов и впервые буду тренировать россиян, сказал. И вот это... О, я же закашлялся. Но вообще, парадокс нашей страны, знаете в чем? Пол страны ходит в спортивных костюмах, а спорт ни в какую не развивается. И вот я был на юге России, все в спортивных костюмах мужики ходят. И все такие кузнечики, немножко коленками назад, такие мышкой воспитанные, компьютерные. Я думаю, что рано радоваться. И я так не уверен в хорошей игре наших футболистов. Я посмотрел. То есть, это радость на безрыбье и рак рыбы. Мы так плохо играли, что даже этим маломальским успехом мы довольны. Но орать не надо! Не выпускайте пар! Пускай давление накопится для Мундиале следующего. Ну, Мутко, конечно, красавец. А у нас реклама. После чего мы вернемся в студию. Друзья, мы выходим на финишную прямую программы «Неформат». Осталось совсем немного времени для того, чтобы подвести итоги ваших звонков на короткий номер 0731, который вы делали сегодня, ответить на них в форме блица. Но не могу одно сообщение не прочитать. Люди очень много пишут по поводу краснодарских отелей, по поводу того, что многие вещи очень точно... Узнаваемо. Это многие люди попадали в эту ситуацию. Объявление в лифте. Сообщение из Москвы. СПА. Новая экспресс-процедура по лицу. Прессинг 30 минут. Ой, страшно. Это в Испанию в средние века нужно отправить. Испанский сапог называется. Процедура. А еще, как вы часто говорите, кованым сапогом с подковой. С подковой по лицу. Убить надо этих менеджеров, которые ритуальные пляски нам устраивают. Прессинг 30 минут. Итак, у нас есть звонки от наших слушателей, которые мы собрали и выбрали из них самые интересные. Давайте сейчас послушаем и ответим на них. Я думаю, что топ-менеджеров сегодняшних, их действительно прут-пруди. Их не как собак нерезанных, а как блох на собаках нерезанных. Их надо перепроверить, им надо экзамены устраивать всем. Они профнепригодные люди. И вопрос, в общем, задан своевременно. Беда России в профнепригодности молодых сотрудников. Знаете, сейчас в турбюро принимают тетушек, которые легче овладевают знаниями компьютера, чем молодые знаниям географии. Нельзя молодых брать. Они не знают, где Африка находится и какие там страны. И они не могут работать в турбюро. И я уже рассказывал об этом случае, когда мой директор должна была перевезти деньги в Эстонию. А ей сказала молодая менеджериха, что такой страны нет. На букву И. Говорит, ну он сам посмотрит, Исландия есть, Ирландия есть, Индия есть, а Эстония нет. Так вот, оказывается, компьютером овладеть легче, чем подлинными знаниями. Я все время молодым говорю, самообразовывайтесь, государство вас чмырит. Зачем нужно образование? Для того, чтобы интересней жить. Для того, чтобы ты понимал, как надо жить. Вот для чего. А когда мне говорят, нам не нужно образование. Ну тогда ты очень скучно проживешь. И будешь рабом и лохом. Все великие люди получали самообразование помимо... Не надо сваливать только на государство. Еще и собственная лень. Я, например, обязан своему самообразованию. Меня научили самообразоваться мои родители. Давайте следующий вопрос. А еще и в Челябинске достали из озера Чебаркуль 570 килограммов чистого метеорита. Гораздо больше, чем упало. Вот это гениально. Построили церковь в честь этого. Девочек называют именем метеорита. И челябинский чиновник сказал, что это безобразие. До сих пор после падения метеорита у нас страдает метеоризмом. Жители. А что же с Омским? А с Омским мусор горел. Но полиция опровергает. Говорит, никто из наших не горел. Рива, неправда. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Анастасия из Перми. Китайским туристам запретили ковыряться в носу, справлять нужду в бассейне и воровать самолету спасательные жилеты. Михаил Николаевич, может и нашим туристам хоть что-нибудь запретить? А где запретили китайским туристам? В России? Я не понял ничего. Или в Китае китайским туристам? Я думаю, что в Китае, наверное. Вот я, честно говоря, не знаю. Наши редакторы отбирали вопросы от слушателей. Видимо, люди где-то читают. А как нашим туристам запретишь? Как? Прекратите писать в бассейне в Италии? И что? А срок наказания у нас на Урале? Как? То есть китайцы повинуются, да, не будут это делать, а наши нет. Вопрос-то, видимо, в этом. Нашим надо запрещать или нет? Пьяные дебоши, например, в салоне самолета. Когда раскачивают самолет, перебегают с одного борта на другой. Или друга подвыпившего переводят в бизнес-класс. Да, гениальная история с этим чиновникам. Мы партии единой России, нам надо в бизнес-классе сидеть. Нормально? Совсем осатанели. Всякий стыд потеряли. Я, кстати, в Хилтоне видел в израильском, в Тель-Авиве, по-русски надпись, в бассейне не мочиться. И дети нашего известного на сегодняшний день олигарха, очень известного, все-таки помочились. И подбежал этот вертухай местный, еврей, еврейского происхождения, не российского. Был очень оскорблен, подошел папа, видимо, знал уже, что будет олигархом. Дал 100 долларов, и вертухай израильский, еврей, еврейского происхождения, разрешил детям впредь мочиться. И в следующий день зарабатывал по 100 долларов. Добрый день, Михаил Николаевич. Это Сергей, город Кострома. Недавно узнал, что употребление алкоголя в России за последний год сократилось на 13% и уже соответствует уровню европейских стран. Михаил Николаевич, станет ли когда-нибудь Россия не только самой читающей, но и самой трезвой нацией? И нужно ли? Спасибо. Ну, вообще, это правда. Я тоже замечаю, что молодежь не очень тянется, как родители, к золоту, и не очень тянется к выпивку. По-моему, в нашей молодежи есть очень хорошие задатки, и это очень важно. Когда я ору на них, что они бездари, придурки, воспитанные мышкоблудством и айфоноблудцем, они понимают, что я делаю это с большой любовью, а мне жалко, что они такие способные, талантливые, не замороченные излишествами, как старшие поколения. И я думаю, что Россия... Россия жар-птица. Жар-птица, это же в сказке образ России. Они переняли у нас жар-птицу и назвали феникс-птица. Я скажу по секрету, первая буква «П» там, пенис-птица, она все время возрождается. Но они опять перевели ниже пояса все. А у нас жар-птица, огнем духа своего Россия всегда возрождается и никогда не долетает на пропасти, куда она летит. Кстати, опять... Особенно, когда в ней такие люди есть. Да, когда есть много людей известных, неизвестных, на которых всегда держалась духовность нашей страны, я хочу поздравить Сергея Безрукова с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 40 лет. И мы последние годы с ним очень дружны. Нас нельзя назвать по-русски «друзьями не разлей вода», потому что мы не выпиваем, мы не курим, мы не ведем безнравственный образ жизни. И нас сближает вот эта общность взглядов на жизнь. У него очень хорошая семья. И я... Мы недавно проводили конференцию с ним вместе. Вот по какому поводу в мэрии состоялась конференция. Пришел и Платонов, которого возглавляет Мосгордуму. Сколько можно хороших дел сделать вне зависимости от нашего государства. И Сергей, несмотря на свою занятость, всю конференцию провел с нами, очень интересные предложения сделал, как быть полезными людям более, нежели в своей профессии. Сережа, ты нас не слышишь, но за глаза поздравления всегда звучат честнее. Вполне возможно, что и слышат. За уши, за уши, за глаза. Ну что, Сергея Безрукова, искренне с днем рождения поздравляем. А я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы эти пару часов провели вместе с нами. Михаил Николаевич едет на концерты, которые в течение трех дней сейчас состоятся в Москве. Уже все билеты проданы, поэтому это не реклама, а просто пожелание удачных концертов. Вам, друзья, спасибо. До встречи через неделю. А я про Сергея Безрукова одну фразу только скажу. Вот он в Кремлевском дворце съездов читал стихи Есенина. Есенин даже предположить не мог, что его когда-нибудь будут читать в Кремле. И Сережа это приурочил ко дню рождения Есенина и перед своим днем рождения. Светлейшее дело сделал. И, представляете, шесть тысяч человек слушают стихи Есенина. Вот ничего светлее быть не может. Так что Россия это жар птица.